И сосредоточимся больше именно на подходах к тех зонам контроля за той работой, которую мы делаем. Хотя понятно, что те зоны ответственности и контроля, про которые говорила в том числе Светлана Геннадьевна, и по поводу себя, и по поводу развития организации, они, конечно, крайне существенны. И это тоже касается вот этих именно внутренних процессов. Так, запустилась, да, у нас презентация? Извините, не то. Простите. Сейчас еще раз. Техника, она такая. Да. Паш, как мне делать, чтобы я все... Спасибо большое. Итак, коллеги, я постараюсь на самом деле все равно достаточно коротко сосредоточиться на том, что уже, в принципе, говорилось. Ну, что такое ресурсный центр? Необходимый элемент развития современной модели социально-экономического устройства. И сейчас вот действительно мы это уже обсуждали, как-то так очень возникла тема ресурсных центров, и, честно говоря, мы ее сами много продвигали. Но я хочу вам сказать, что сама первая конференция ресурсных центров состоялась в 97 году, когда мы ввели такое понятие ресурсных центров, и присутствовало на ней более 100 организаций. Вот. И надо сказать, что мы потом в истории пытались уйти от понятия ресурсных центров, потому что оно нам не очень нравилось в силу того, что само, когда коннотация такого сочетания, как ресурсных центров, она приводит к тому, что ты вроде бы как имеешь ресурсы и обязан им делиться. Значит, еще раз повторюсь, что ресурсные центры могут быть универсальными и специализированными, быть разных масштабов и форм, но все они действительно являются важным элементом инфраструктуры развития гражданского общества. Сейчас, когда мы уже действительно довольно долго занимались и пытались отойти от понятия ресурсных центров и перейти к понятиям центра общественного развития, вот в прошлом году и буквально в январе мы закончили исследование по оценке влияния инфраструктурных организаций, и почти все, кто там участвовал, стали говорить, что мы не ресурсные центры, а мы инфраструктурные организации или организации инфраструктуры. Значит, ну, по-моему, Марина про это вот тоже немножко говорила. Мы как бы говорим всегда, что ресурсный центр может состоять из некоторых таких слоев, да, и первый слой, я бы сказала, не ступень даже, а это оказание конкретных услуг, инкубатор для некоммерческих организаций и гражданских инициатив. Второй слой – это тот же инкубатор плюс отработка социальных технологий, внедрение межсекторного взаимодействия, отработка чего-то нового, чего нет, соответственно, может быть, на территории или в муниципальном образовании. То, что заводится и фактически реагирует не только на запрос, но выстраивает некоторые новые, формирует некоторый спрос на определенные вещи. Ну, и третья ступень – то же самое, плюс создание условий для развития. Ну, я не знаю, стоит ли приводить пример, но понятно, что когда вы в первом слое, вы оказываете только там, например, консультирование и обучение, на втором вы там начинаете внедрять те технологии, которые, например, могут быть связаны с развитием частной благотворительности, как уже звучало там, тот же клуб благотворителей, или как когда-то у нас были те же ярмарки некоммерческих организаций, гражданские форумы и все остальное. Ну, и третий слой – это когда вы все это же делаете и, в принципе, еще пытаетесь создавать среду или условия для поддержки некоммерческого сектора и гражданских инициатив. Ну, в общем, здесь на слайде, какие, в общем, если мы ресурсный центр, у нас должны быть ресурсы. И чаще всего ресурсы – это будут не финансовые и финансовые, и не финансовые они будут, соответственно, материальные и нематериальные. Нематериальные. Ну, материальные, понятно, что имеется в виду каворкинг, может быть, представление техники, определенный шеринг оборудованием или еще какими-то еще такими вещами. Нематериальные ресурсы – это фактически то, что вы можете предоставить обучение, консультации, распространение информации. Это то, чем нематериальные ресурсы, чем обычно владеет ресурсный центр. И довольно простые вещи, то, что говорила Марина, это обычно идет все-таки обучение, консультации, распространение информации. И бывают более специфичные вещи, как сопровождение организаций групп, работа с сообществом и, если честно, аналитическая работа. Ну, что мне кажется важно все равно, прежде чем мы все-таки начнем говорить, и мне кажется, Света так очень аккуратно, что она Геннадьевна на это намекнула, что все-таки ресурсный центр, да, особенно если вы собираетесь управлять организацией, то вы должны понимать, что вы должны обладать определенными навыками, в том числе в управлении. И нужно сказать, конечно, что ресурсный центр – это профессиональная организация с достаточно хорошо подготовленными кадрами. И, соответственно, с тем же хорошо развитым управлением и менеджментом. Я здесь разделила управление и менеджмент. Это имеется в виду, что развитое управление, то есть стратегический уровень управления организацией и менеджмент выстроены внутренние процессы. И что еще, в принципе, показывает и оценка, и, в принципе, вся наша работа, что в ресурсных центрах, хорошо работающих, чаще всего работают специалисты практики. Не только, то есть в этом, наверное, отличие от преподавателей, может быть, вузов, которые зачастую иногда могут преподавать что-то то, чего сами никогда не попробовали. Хотя, по-моему, ситуация сейчас тоже уже меняется. Значит, вот наше исследование, вернее, оценка влияния инфраструктурных организаций, она показала, что во всех миссиях девяти организаций, которые были названы как основные, которые оказали существенное влияние на развитие некоммерческого сектора и гражданского общества в России за последние 25 лет, 15 лет, у них есть совпадение миссия. Это решение социально значимых проблем, некоммерческие организации, НКО-сектор, общественные или гражданские инициативы и нацеленность на координацию, объединение и некоторое согласие. Значит, вот опять же в 2018 году мы построили вот такую модель ресурсного центра. Почему мы ее назвали моделью? Потому что по теории изменений мы строили и думали о том, что важно для любого ресурсного центра, особенно того, который работает с некоммерческим сектором. И мы определили, что основная наша цель или основной результат нашей работы должен быть активный, важный, продуктивный НКО-сектор, который вносит значимый вклад в улучшение качества жизни людей. Также мы определились с тем, что стоит за этим, что нужно как бы сделать, каких еще подзадач нужно достичь для того, чтобы фактически выполнить эту миссию. И здесь вы видите то, что фактически связано с самими некоммерческими организациями, со взаимодействием между ними, с повышением их эффективности и то, что необходимо фактически для формирования среды благоприятной для развития НКО, окружения среда. И это очень важная задача. И вот фактически ресурсный центр, скажем так, универсальный, особенно, вернее, не только универсальный, но тот, кто занимается третьим уровнем, он, конечно, обязательно работает именно еще вот с такой благоприятной средой, с формированием этой благоприятной среды. Значит, мы пытались построить на основе этой модели, не пытались, а построили некоторое свое понимание того, как выглядит, опять же, работа ресурсного центра или, как мы еще определили, центра общественного развития. Значит, и фактически вот мы те вот, ну, как бы, как их назвать даже, под задачки мы разбили или действия как раз то, к чему относится именно ресурсный центр. Это вот действительно обучение, консультирование некоммерческих организаций, техническая помощь, обучение, повышение квалификации. И это чаще всего непосредственный результат, и в основном здесь применяются количественные показатели. А вот то, что касается формирования благоприятной среды, стимулирования и поддержки инновационных инициатив, формирования сетей, очень часто, ну, бывают не очень видны работы и очень часто довольно сложно подтвердить какими-то количественными вещами, хотя, ну, частично, наверное, и это можно. И здесь фактически происходит влияние и работа на формирование, ну, то есть работа на формирование среды вокруг организации. Итак, вот мы нарисовали такую красивую картинку, и с чем мы, конечно, сталкиваемся? Именно с тем, что вот ресурсный центр – это вот непосредственный результат, и очень часто это все лежит на поверхности, и часто нас именно спрашивают именно за эту работу. А вот то, что находится внизу и очень часто очень скрыто, про это мало кто вообще знает и понимает, и зачастую наши клиенты, особенно из органов власти или из партнерских организаций, или из самого всего сектора, запрос идет на работу ту, которая не видна, а отчитаться и продемонстрировать нам зачастую бывает нечего. Но нам нужно всячески показывать, какое отношение мы имеем к тому, что скрыто, и то, что касается влияния нашего. Значит, ну, мы еще вот разработали общие принципы работы ресурсных центров, и вот мне кажется, что это очень важно. То есть здесь нужно понимать, что вот эти общие принципы работы, они, мы как бы, кроме того, что их вырабатывали вместе с крупными ресурсными центрами и лицорами, мы еще и фактически потом пытались отслеживать их и оценивать, насколько они выполнимы для многих ресурсных центров Российской Федерации. Значит, ну, итак, мы еще определили, что такое ресурсный центр и что такое ЦОР, и, соответственно, вот вы видите это определение, я не буду вам его зачитывать, но вы видите, что ЦОР это как бы сочетание ресурсного центра, но и или разрабатывает и внедряет новые формы и методы работы, то есть работает как раз на среду. При этом мы считаем, что ЦОР можно было бы в этом смысле называть или инфраструктурой, ну, например, организацию «Благосфера», которая фактически, ну, не особо работает по информационной, там, консультационной, образовательной поддержке СОНКО, хотя такая целевая группа у них есть, они, конечно, больше занимаются именно тем компонентом, которые связаны с ЦОР, они фактически формируют среду, и они, на мой взгляд, в этом смысле тоже вносят существенный вклад в развитие среды вокруг гражданских инициатив. Итак, что мы определили тогда для себя? Что мы должны оценивать в своей работе? И что мы чаще всего оцениваем? И у нас получилось, что то, что делает ресурсный центр, и это непосредственные результаты, в основном это количественный показатель, показатели, в основном работа, связанная с оказанием услуг. И здесь, конечно, все равно очень важно оценивать, какое количество мы произвели услуг, продуктов, и насколько эти услуги востребованы, и какого качества мы эти услуги провели. Но есть еще два очень важных элемента, которые связаны с оценкой работы ресурсных центров, ЦОРов или организации инфраструктуры. Это оценка влияния как раз и оценка организационного развития. И это то, что, в общем, очень часто про то же организационное развитие, конечно, можно нанимать и консультантов, но можно простейшими способами, вот чтобы не дожидаться кризисов, про что говорила Светлана Геннадьевна, как раз попытаться понять, на каком уровне мы находимся, на каком уровне находится наше организационное развитие, и как мы можем усиливать работу и эффективность нашей организации. Значит, почему я здесь дала вот модель программы? Вот вы знаете, нас в последнее время, ну, как бы, скажем так, сильно замучили именно тем, что мы работаем по проекту. И даже зачастую нам сложно, условно говоря, все наши проекты частично и те же услуги фактически записать в некоторые программные вещи, понимаете? И очень часто сейчас наши доноры фактически требуют с нас только показать, какие ресурсы мы потратили, какие действия мы произвели и, соответственно, может быть, какие-то продукты мы получили. Практически никто не может нас, вернее, никто не заставляет нас в силу краткосрочности наших проектов показать, каких результатов фактически мы будем достигать в ходе реализации нашей миссии. И очень, это очень важный момент, поэтому нам вот модель программы нужно обязательно помнить. Вот здесь как раз тоже еще это показано с точки зрения того, как мы вкладываем ресурсы, что мы оцениваем, какая у нас была деятельность, там провели такое-то количество семинаров, у нас прошло обучение, какой выход, это, соответственно, мы там сделали такое-то количество тренингов и, соответственно, какой будет результат. Ну, там, 40 человек, например, получили навыки. Ну вот, благодаря этим навыкам 30 человек нашли работу, а уже 20 человек повысили, например, свой жизненный уровень. Значит, вот очень люблю эту табличку. Это то, что очень часто мы забываем сказать. Мы чаще всего говорим, сколько услуг мы предоставили. Очень часто мы не знаем даже, насколько хорошо мы их предоставили, забываем это сделать. Ну, я имею в виду, когда говорю мы, это вот особенно начинающие ресурсные центры. И, знаете, в нашей практике, когда мы работали в Сибирской сети, даже вот была такая ситуация. У нас отчетность была вообще, ну, скажем, ежемесячная, потом там ежеквартальная. И вот у нас один из ресурсных центров партнерства показывает, что он оказал 200 консультаций, да, вот. А второй показывает, что он бы оказал 2500 консультаций. И, в общем, даже можно было понять, что такого количества, в принципе, некоммерческих организаций в этом регионе не было. Поэтому нам приходилось действительно определять, и что мы понимали под этой услугой, да, консультацией, что люди получили, и насколько хорошо мы их предоставили. Итак, соответственно, вот в связи с этой моделью и с нашей теорией изменений, на что мы смотрим и что мы контролируем при производстве наших продуктов и услуг и вообще при нашей работе. Это действительно все равно, сколько услуг, продуктов мы произвели, то есть базовые, количественные показатели. То есть это, опять же, будет количество, ну, как бы, например, количество информационных рассылок, это будет количество опубликованных, там, может быть, новостей, это будет количество тех людей, которые прошли обучение, тех, которые получили консультацию. Может быть, это будет, опять же, сколько мы там, ну, например, провели мероприятий или технологии, которые будут связаны, ну, с тем же там кругом благотворить или там еще что-то такое. Но нам нужно, конечно, оценивать именно и то, что востребованы ли эти услуги и у кого. То есть нам нужно проводить мониторинг потребностей. Вот сейчас, вы знаете, во время кризиса, как это ни странно, у нас вот опять фактически за простейшими вещами стали обращаться довольно крупные некоммерческие организации, которые, ну, в общем-то, были такие самодостаточные, фактически они были нашими партнерами и какие-то минимальные услуги им были не нужны, но вдруг им оказалась востребована информация о том, что происходит в донорском сообществе, какие процессы происходят по защите их интересов. И мы, конечно, этот мониторинг потребностей оценивали. Сейчас же мы, и я думаю, что, может быть, Марина Михайловна про это еще будет говорить, сейчас мы собираемся всеми ресурсными центрами проводить мониторинг потребностей, которые возникают у некоммерческих организаций. Это, может быть, новые целевые группы, потому что мы прогнозируем, что такие вещи могут быть. И, конечно, мы мониторим то, что у них появляются новые потребности, у некоммерческих организаций. В частности, вот мы там среагировали и тоже проводим небольшие вебинары, которые как бы связаны именно с тем, что мы очень многие перешли в онлайн. Значит, мы, конечно, должны проводить оценку воздействия, то есть проводить качество, определять наших услуг, как хорошо мы постарались. Ну и одно из самых, наверное, сложных – это на что мы повлиялись. Я хочу, конечно, сказать, что в оценке влияния не может проводиться, ну как бы постоянно, но мы немножко там позже про нее поговорим, но фиксировать некоторые вещи для того, чтобы было потом проще оценить это влияние, конечно, нужно постоянно. Ну и какой уровень нашего организационного развития, оценка своего некоторого организационного потенциала. Итак, вот, например, здесь я попыталась вам выстроить такую цепочку, на что смотрим, что контролируем. Результат. Вот мы все стремимся, вот согласно той модели, чтобы повысился профессиональный уровень сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций. Показатель, значит, это наш показатель будет. Количество получивших услугу в виде консультации, обучения и так далее. Но, конечно, нас будет интересовать и то, какое количество этих сотрудников некоммерческих организаций, которые у нас прошли обучение, приняли полученные знания и навыки на практике. Только тогда в этом есть смысл. Что еще пример? Например, созданы условия государственной поддержки СОНКО на уровне региона. Какой может быть для нас показатель, если мы работали в этом направлении? Количество экспертных консультаций для органов власти. Более качественный показатель будет количество включенных в НПА наших рекомендаций принятых. И, соответственно, то есть мы должны четко для себя понимать, что и фиксировать как количественные какие-то показатели, так и определенные качественные показатели. Значит, вот я привела вам здесь пример, который был связан, и вообще это было нашим индикатором, показателем по нашей программе, когда мы работали в 2004 и 2007 году. У нас была такая стратегическая задача, как вопросы возросли возможности поддержки гражданских инициатив в целевых регионах. И мы считали, что мы на это можем повлиять, именно если мы сами укрепим свою финансовую устойчивость, и если у нас будет, соответственно, процент донорского финансирования из одного самого крупного источника в бюджете будет уменьшаться. Что, наверное, интересно вот с этим показателем, что, во-первых, он, конечно, еще и касается и нашего организационного развития. Это раз. Второе, немножко более переделанный, этот показатель и сейчас присутствует в нашей работе. Только у нас, видите, добавились не только наша партнерская организация «Иноцентр», но еще наша третья организация «БФСибирск». Значит, что еще? А, ну вот, конечно, я тут не увижу, хотя, может быть, в чате кто-то напишет, и мне, может быть, кто-то скажет. Как вы думаете, какой показатель будет отслеживать ресурсный центр во время, ну, во все время своей деятельности? Вика, Вика, ты, если что, можешь мне сказать, что там люди пишут, если пишут? Конечно, могу я, все могу. Никто не пишет? Нам нужно немного подождать, потому что у нас есть небольшая задержка с трансляцией на YouTube. Поэтому ты можешь пока дать подсказку. Количество обратившихся. Количество обратившихся. Хорошо. Как тебе такой вариант ответа, Лен? Я считаю, что это правильный показатель, особенно когда вы начинаете. Эффективность использования ресурсов. А? Эффективность использования ресурсов. Ну, надо здесь более разворачивать, что мы имеем в виду. Но я бы вот вам посоветовала использовать, например, все-таки не просто количество обратившихся, да? Это... Лена, еще есть количество НКО, получивших поддержку, количество новых НКО, размер привлеченного финансирования некоммерческими организациями региона. Ну да. Если вы проводили определенные действия, которые были связаны с тем, что вы их обучали социальному проектированию или фандрайзингу, и вы действительно можете более четко сказать, что именно вы повлияли на это, именно потому что они... То есть каким образом вы тогда будете все равно говорить, что именно вы повлияли? Во-первых, вы должны спросить у них, повлияло это на них или нет? Помогло ли это им, например, привлечь это финансировать? Мне вот понравилось то, что был ответ по поводу того, что количество обратившихся. Но вы знаете, мы, например, использовали тот показатель, когда мы нарабатывали свою клиентскую базу, и это в некоторой степени еще и отражает запрос на то, что... Лен, прости, пожалуйста, я тебя перебью. Либо у тебя, либо у кого-то в твоем кабинете включен YouTube параллельно? Либо у тебя на компьютере, либо кто-то из твоих сотрудников смотрит. Значит, смотрите, мы использовали другой показатель. Это мы вводили категорию постоянных клиентов ресурсного центра и смотрели, как увеличивается у нас база наших постоянных клиентов и наших постоянных партнеров. Потому что если у вас просто будет огромное количество людей, которые будут просто приходить к вам, непонятно, зачем, и, как говорила Светлана Геннадьевна, рассказывать вам про все свои беды, хотя они все равно будут приходить, и, слава богу, пусть приходят. Но, в общем, для вас это не будет показателем эффективности вашей работы. Значит, поэтому, что нам все-таки важно? Вот из того, что я говорила. Важно нам выстроить иерархию всех наших результатов, и на каждом уровне из этих результатов должен быть хотя бы один показатель, который вы будете отслеживать. Важно учитывать преемственность показателей во времени. Это очень важно. Вы не можете сначала мерить сначала одно, потом начинать мерить что-то другое, именно потому что вам потом вообще будет непонятно, насколько вы действительно эффективно работаете, насколько вы движетесь к своей цели. Что важно именно сейчас? То, про что я уже, в принципе, говорила. Вам важно подбирать такие индикаторы или показатели, которые будут соответствовать не только одному проекту. И, может быть, важно даже собирать еще и ту информацию, которая, может быть, у вас не идет по проекту фонда президентских грандов. Понимаете? Поэтому мы собираем достаточно много любой разной информации, которая, ну, как бы, понятно, что сейчас все там переходят в онлайн, но если кто-то маленький, ресурсный центр, и как уже вот здесь звучало, ну, чтобы ввести в некоторую базу данных или там еще что-нибудь, не обязательно делать какие-то навороты, можно, в общем, в экселевской табличке это все заводить и учитывать определенные мероприятия своих, партнеров, каких-то количеств проведенных экспертных встреч, аналитических материалов. То есть все эти вещи я все-таки советовала бы при всем том, что это бывает так лениво, так нехорошо, но все-таки я советовала бы разработать определенные показатели и вот эту всю свою деятельность все-таки учитывать. Ну, если те, кто покруче, конечно, могут, в общем, такие вещи ставить из обычных там и мегапланов или там еще что-нибудь, и там, соответственно, потом извлекать те мероприятия и те показатели, которые были достигнуты каждым из сотрудников. Итак, что еще мы действительно смотрим и что контролируем? Организационное развитие. И здесь в последнее время очень часто у нас почти, если еще менеджменту как-то уделяют время, вот, но очень мало смотрят на корпоративную культуру и ее развитие, миссию организации и вот такое, то есть соблюдение принципов управления и понимания своей подотчетности перед благополучателями. И, соответственно, и у нас соблюдают функциональную подотчетность перед государством, донором, а вот стратегическую про это мы как-то, честно говоря, все очень часто забываем. Значит, я здесь вам привела, тут вроде шла речь о том, что презентации не будет, мы готовы отдать свою презентацию, вот, и здесь есть ссылки, где вы можете посмотреть по самооценке организации простейшие определенные вещи, которые, может быть, вам помогут все-таки определиться с тем уровнем организационного развития, который у вас в организации существует. существует. И, вы знаете, очень часто почему-то, ну, не знаю, как-то и некоммерческие организации, а уж для ресурсных центров нам крайне важно развивать человеческий потенциал некоммерческих организаций. Потому что, если у вас не будет человеческого потенциала в организации, ну, ваша организация, честно говоря, она или умрет, или просто превратится в определенный сервис, который, может быть, и потом тоже будет никому не очень нужен. И вы потеряете истинную сущность именно той некоммерческой организации, которая реализует определенную свою миссию. Ну, есть еще оценка влияния. То есть в оценке влияния, как вы знаете, есть два подхода. То есть это две стратегии. Что было бы, если бы этого не было, и как бы оно отличалось от того, что есть. И чаще всего это вот связано с такими проведением исследований, которые используются в медицине, когда исследуют лекарства, берутся более-менее одинаковые группы, и, соответственно, там мы проводим такие замеры, как это влияет на группу пациентов, которые принимают это лекарство, и те, которые принимают таблетку в плацебо. Значит, и есть оценка влияния, каким именно образом то, что было, повлияло на то, что есть. То есть такое открытие, как говорит наш знаменитый оценщик Алексей Кузьмин, это вот открывание черного ящика и постепенное раскручивание причин некоторых следственных связей и доказывание к тому, к чему мы, скажем так, приложили руку. Почему это связано и почему обычно все равно сейчас здесь у нас принимается такой метод? Ну, довольно трудно представить, что у нас даже два региона могут абсолютно совпадать по работе ресурсных центров, что у нас абсолютно одинаковые условия, у нас абсолютно одинаковые, некоммерческий сектор, и поэтому, если вы работаете на уровне города или региона, оценить именно ваше влияние просто с тем, что сравнить это с кем-то другим или с каким-то другим ресурсным центром практически невозможно. Поэтому чаще всего как раз применяется причинно-следственные связи. Поэтому, что я хотела сказать еще вот раньше, когда я говорила. Обязательно, вот, ну, например, обязательно записывайте для себя, ну, например, вы сделали экспертные заключения, да, или аналитические записки, а потом у вас и эти части этих аналитики или экспертных записок, они, например, вошли в законодательный акт. Вот если вы сами себе это не запишите, да, то я вас уверяю, органы власти потом никогда не признают, что вы оказали влияние на то, что была принята определенная нормативно-правовая база. Поэтому нужно как бы для себя фиксировать тоже эти вещи и обязательно ну, понимать, на что вы действительно повлияли, хотя мы понимаем, что там могло быть и очень много других факторов. Ну, здесь, значит, приведены те организации, которые у нас были названы в рамках оценки нашего влияния. Все эти организации довольно давние. Все? Совсем? Пять минут. Хорошо. Значит, ну, я быстро пройдусь. Что меня радует вот здесь из этого списка, это то, что только две организации из Москвы, все остальные это регионалы, которые оказали самое существенное влияние на то, что произошло с некоммерческим сектором Российской Федерации. Значит, что здесь важно? За счет чего удалось оказать влияние? Выживает тот, кто нужен, востребованность того, что мы делали. Хорошая команда, тщательный подбор персонала, конечно, роль лидера, системные усилия и последовательность. Вот. И всегда пробуем сами, учим тому, что сами пробуем. Стремление отдавать и ориентация на партнерство. Поэтому, если вы все-таки решили стать ресурсным центром и хотите повлиять на что-то, то, пожалуйста, ориентируйся именно на эти вещи. Ну, и вот здесь, кроме наших контактов, есть еще тоже ссылки на оценку, на брошюру «Добро пожаловать в ресурсный центр» на рекомендации по развитию и моделям ресурсных центров. Продолжение следует...